В России продолжается планомерная чистка коррупционеров и оборотней среди чиновников. Так, за прошедшую неделю судами было вынесено более десятка решений по различным нашумевшим делам немало известных лиц, а также привлечены к ответственности как представители в структурах, так и приближенные к ним. На прошедшей неделе судом был вынесен приговор бывшему депутату Законодательного собрания Санкт-Петербурга Роману Ковалю. Суд признал Коваля виновным в получении взятки. Коваля через посредника получил от представителя коммерческих компаний взятку в размере 10,6 миллионов рублей и автомобиль марки Audi Q7 стоимостью 6,2 миллиона рублей. Приговором суда Роману Ковалю назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет с отбыванием в колонии строгого режима и штрафа в размере 35 миллионов рублей. Следующее решение вынес Домодедовский городской суд, который признал виновным бывшего главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна. Наказание за его коррупционное деяние суд оценивает в 7 лет. Напомним, что Шестун угрожал убийством судье Юферовой, которая рассматривала его первое дело о коррупции. Видимо, Шестуну неприятно прощаться со своим нажитым состоянием, добытым в ходе тяжкой работы на государственной службе. Но самым громким случаем прошедшей недели является арест топ-менеджеров Бинбанка Кирилла Лубенцова и Александра Лукина в связи с растратой 107 миллиардов рублей при санкции Ростбанка. Интерес в том, что некоторое сепаратное соглашение выводит из-под удара одних топ-менеджеров и возможных бенефициаров и ставит в поле зрения правоохранительной системы иных. Так было возбуждено уголовное дело по заявлению банка Траст, где возможным подозреваемым может стать Микаил Шишханов, один из основных бенефициаров Бинбанка, который сейчас находится за границей. Тем временем к Михаилу Гуцериеву, родственнику Микаила Шишханова и основателю Бинбанка, а также экс-председателю совета директоров, у следствия вопросов нет. Секрет в том, что ранее Траст заключил соглашение с топ-менеджерами Бинбанка и Ростбанка, в соответствии с которым к ним претензий не имеет. Просто Александр Лукин и Кирилл Лубенцов не попали в контур этого соглашения, но попал Микаил Шишханов. Остается лишь один вопрос, возможно ли такие масштабные хищения в значимом банке, если они, конечно, были без взаимодействия более широкого спектра лиц? Остается загадкой. Как вы считаете, украсть 107 миллиардов и остаться без наказания – это реально в нашей с вами стране? Напишите в комментариях.